Все хорошо? Сначала спросить, потом проверить. Каждое утро в детских садах начинается с термометрии. Причем родители проверяют при входе. Малышей в раздевалке, лично воспитатель в полной экипировке. Маска, перчатки. СИЗы сотрудники меняют каждые два часа. Обработка рук антисептиком только для взрослых. Малышей просят руки мыть. Эта процедура для нежной кожи более щадящая. Опасений, что ребенок заразится вирусом, здесь у большинства родителей не возникает. Все правила соблюдаются строго. Мы, в принципе, с легкостью и со спокойной душой отдаем ребенка в садик. Потому что знаем, что здесь все наши воспитатели предпринимают все меры соблюдения САНПИНА, всех требований. Тщательно дезинфицируют перила, выключатели, ручки, столы и другие поверхности специальным, безопасным для детей средством. Без запаха, не требующим смывания. Условие важное, ведь организм малышей чувствителен к химическим средствам. Все сотрудники работают по инструкции, которые разработаны Роспотребнадзором. Значит, обязательная трехразовая влажная уборка всех помещений. Три раза мы обрабатываем шкафчики детские. В самих группах есть рециркуляторы. К работе с детьми допускаются только сотрудники, прошедшие вакцинацию. В детском саду номер 6, например, 100% коллектива поставили укол против ковида. Я вакцинировалась. Опасения были мои напрасны, потому что вакцинация прошла хорошо. Я вакцинировалась, потому что работаю с детьми и, прежде всего, думаю об их здоровье. И о здоровье своих близких тоже. 15 ноября в школах, колледжах и техникумах начались занятия после каникул. Как и в детских садах, там проводят дезинфекцию помещений и оборудование, чтобы преградить вирусу все пути.